Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых монументальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Markets, оставляйте ваши вопросы в сексе с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Ну что ж, сегодня на повестке экономического календаря отчет по американскому рынку труда, официальный релиз Non-Farm Perils. Об этом отчете мы говорили очень много, я надеюсь, вы помните и понимаете то, что он имеет очень большое влияние на мнение, которое формируется в кругу американского регулятора по вопросу дальнейшего повышения процентной ставки, поскольку Non-Farm это один из основных индикаторов общего состояния и самочувствия американской экономики. Хорошие данные могут вселить оптимизм в отношении того, что вероятно уместно еще одно повышение ставки. В то же время плохие данные, которые собственно и прогнозируются, могут стать причиной уже окончательного представления рынка о том, что в текущих условиях уместно только лишь сохранение ставки на прежнем уровне с постепенным переходом к смягчению монетарного режима. Мы за этим отчетом тоже будем внимательно следить, поскольку понимаем то, что этот релиз это источник волатильности текущей торговой сессии и под закрытие дня финансовые инструменты, за которыми мы следим, уж точно будут на совершенно других уровнях. В понедельник подведем итоги, посмотрим, что нам стоит ожидать от индекса доллара дальше. Но забегая вперед, хочу сказать то, что следующий важный релиз это отчет по инфляции, который выйдет 13 февраля и он уже будет решающим аргументом принятия решения о том, стоит ли завершать текущий цикл ужесточения американской монетарной политики или пока что нет. Помимо данных по Non-Farm Pearl сегодня также выйдет отчет индекса SM производственного сектора. А США в прошлый раз этот релиз стал источником неплохих движений по индексу доллара, но на этот раз я думаю, что статистика все-таки в соответствии с прошлыми релизами по активности PMI скорее разочарует и может стать дополнительным триггером распродаж американского доллара. И также сегодня рекомендую обратить внимание на данные от Американской комиссии по торговле товарными фьючерсами CFTC в 20-30 по GMT. Нас интересует золото, учитывая то, что золото себя проявило в рамках этой недели, мы увидели новые локальные максимумы. Очень рассчитываю и надеюсь то, что институционалы и хеджеры за эти пять дней все-таки увеличили спекулятивную позицию. Залезли в ланги, это должно найти свое отражение в отчете, который публикуется каждую пятницу. То есть потенциально у нас в понедельник будет с вами еще один триггер для покупок золота и ожиданий новых локальных максимумов. Итак, индекс доллара текущей котировки 103.58. На этой неделе разбирали слабые данные по ВВП. Видели очень плохой отчет по EDP, который предваряет Non-Farm Perils. Фактическое количество новых рабочих мест в прошлом месяце составило 177 тысяч против прогноза 371 тысяча. Важный компонент тех данных, которые мы уже разобрали, это динамика по росту заработных плат тоже от EDP. Так вот, ожидается, что заработные платы выросли на 5,9%. Это, по сути, фактически уже показатель, поскольку цифры уже вышли. Минимальное значение с октября 2021 года. То есть снижение темпов роста заработной платы может свидетельствовать о том, что нет оснований для роста инфляции. А если нет оснований для роста инфляции, соответственно, и не нужно дальше ужесточать национальную монетарную политику. Также стоит отметить вчерашние комментарии главы ФРБ «Атланты» Рафаэля Бостика, который я отметил, что текущий уровень процентной ставки в США уже достаточно ограничительный, чтобы дальнейшее снижение инфляции стало самоподдерживающимся механизмом. Вот некоторое время назад я как раз об этом говорил, что многие представители Федрезерова пока не уверены в том, что это так. Хотя если охватить, опять же, взглядом общий комитет голосующих членов, то половина из них точно поддерживает идею того, что ставка уже на предельных и пиковых уровнях, поэтому нет необходимости ее повышать еще значительнее. Но он фармы сегодня. Общее количество новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора, уровень безработицы и тоже динамика роста заработных плат. На эти компоненты мы обратим такое ключевое влияние. По прогнозу увидим 170 тысяч новых рабочих мест. Это хуже, чем месяц назад, когда показатель был 187 тысяч. И 170 тысяч – это, конечно же, очень плохой показатель, минимальный с конца 2021 года. Вспомним, как рынок отреагировал на EDP, когда цифры были даже повыше. Если фактически показатель совпадет с тем, что сейчас прогнозируют эксперты, то ралли – нисходящая распродажа доллара возгновятся с прежней силой. И я на это очень сильно рассчитываю. Темпы роста заработных плат здесь пока без изменений. Прогнозируется то же самое показатель, что и раньше – 4,4%. FedWatch сейчас оценивает вероятность повышения ставки до конца года в 37%. Ранее отмечал, что если нонфармы разочаруют, то вероятность повышения ставки до конца этого года начнет постепенно сполцать в районе 30%, что позволит нам дальше наблюдать за развитием вот этого нисходящего ралли. Золото 1938 по-прежнему толпа находится в продажах, 70% трейдеров. Дестилетки торгуются чуть выше 4%. Ждем отчет CFTC. Надеюсь на снижение курса американского доллара, поскольку уверен в то, что золото в текущих условиях сохраняет потенциал движения выше 1950 долларов за тройскую унцию. И цель максимума на ближайшие недели – это замахнуться вместе с этим инструментом на тестирование психологической планки в 2000 долларов за тройскую унцию. Европейская валюта против доллара 1,0841. Тенденция пока остается на восходящие. Вчерашние данные по инфляции показали. Незначительное снижение базового индекса потребительских цен до 5,3%. Основной индекс потребительских цен остался без изменений тоже 5,3%. Это существенно выше, конечно же, цель Европейского центрального банка. Поэтому, вспоминая риторику представителей ЕЦБ, в том числе и Лагарта, я думаю, что эти данные можно использовать как оправдание дальнейшего жесткого подхода к той политике, которая проводится Европейским центральным банком. То есть, нет сомнений в том, что ЕЦБ может согласовать еще, возможно, два повышения ставки до конца этого года. Поэтому цели 1,10, они также реальны, как и раньше. И с большой вероятностью евро начнет стремиться к новому максимуму, нежели чем перейдет к развитию медвежьей нисходящей динамики. Британская валюта 1,2660 также без изменений. Ожидаем дальнейшего восстановления. Последний комментарий главного экономиста Банка Англии Пила, что регулятор сделает все, что от него зависит для стабилизации цен, и не посмотрит даже на риски рецессии, которые уже нависли над британской экономикой. Я бы даже сказал, что Англия уже оказалась в этом периоде экономического спада. Но сейчас Банк Англии будет игнорировать негативные последствия более высокой процентной ставки на экономику, потому что, опять же, первоочередная задача – это любой ценой сбить индекс потребительских цен с тех пиковых уровней, на которых находится. Ждем заседания Банка Англии уже совсем скоро. Сентябрь, по сути, сегодня уже наступил. Еще пару недель, и это долгожданное событие, потенциальное повышение процентной ставки, которое должно будет вытащить фунт к новым локальным максимумам. Рынок нефти, друзья, 87 с небольшим долларов за баррель. Идеально мы вошли в сделку. Хотелось бы, конечно же, купить пораньше, но мы все-таки решили дождаться китайскую статистику. И в итоге оказались правы. Данные, которые вышли что в четверг, что сегодня индекс кайсин производственной активности, цифры в целом хорошие. Особенно сегодняшний индекс производственной активности, который скакнул в зону роста с 49,2 до 50,1. Снижение запасов нефти в США и, может быть, главный триггер роста котировок – это новость о том, что страны ОПЕК могут согласовать новые параметры сделки по сокращению производства нефти и выкатить их уже на следующей неделе. Я думаю, что, может быть, из-за активного роста производства в Иране действительно речь пойдет о продлении периода добровольного сокращения производства либо дополнительного урезания квот, что в целом может найти еще более значительно положительный отклик в котировках и быстро забросить бренда в район 90 и выше. Этот сценарий пока, мне кажется, наиболее вероятный. Ждем еще раз нон-фармы, готовимся к волатильности, контролируем риски, друзья. Риск-менеджмент, стоп-лосс – это прежде всего на вас. Ну что ж, хорошей торговой сессии, хорошего закрытия дня и увидимся в понедельник. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok